Flight Alert Simulator Impossible Landings Зачастую летом мы куда-то летим чартерными рейсами, поэтому наша первая игра точно не для суеверных. Разработчики предлагают нам сесть за штурвал настоящего лайнера и попасть в конкретный замес. Никогда не думали, что будет, если в турбину самолета угодит, ну, к примеру, ворона, а будет примерно следующий. В игре десятки похожих сценариев, ваша же задача просто посадить самолет. Впрочем, данная экстремальная миссия открывается игроку постепенно и довольно медленно. В остальное же время нам предлагают садиться в абсолютно обычных условиях, так что в целом игрушка больше медитативная. Отдельно отметим крайне достойную картинку. Герои математики Ой, редко в наши топы попадают игры обучающего характера. Да что там редко, практически никогда. Впрочем, герои математики удостоились такой чести неспроста. Это единственная на нашей памяти игра в гугл плей, которая в легкой форме поможет развить математические способности как ребенка, так и вполне взрослого человека. Мотивация в игре довольно простая. Вас выпускают на поле боя с монстром. Решайте примеры правильно, по голове отхватывает он. Ошибаетесь, в бубен получаете вы. И так до кромешной виртуальной кончины. А еще думать нужно быстро. Заторможенные здесь тоже отхватывают по полной. Нам кажется, такие игры нужно выпустить абсолютно по всем предметам. Так, глядишь, все отличниками станут. Blacklist Conspiracy Следующая героиня плотно завязана на поиске предметов на локациях. Но в ней намешано так много всего, что ее жанр даже как-то сложно определить. Здесь вам и немножко банальная, но в целом хорошая история, подаваемая при помощи вот таких комиксовых вставок. И все возможные головоломки, и даже сложные моральные выборы. В целом, перед нами чуть ли не интерактивное кино на мобильниках. Кино, повторимся, банальное, но все же интересное. В целом, мы методично исследуем с десяток локаций, за успехи на которых нас и примируют отсылками к сюжету. Как и подобает современной моде, в Blacklist от вас будут постоянно требовать энергию, но игру вполне себе можно пройти до конца. Fear the Walking Dead Совсем уж нифига не светлая игра, в которую мы для полноты ощущений советуем играть ночью. Ведь перед вами раннер по мотивам сериала «Бойтесь ходячих мертвецов», а бояться их действительно стоит. Зомбаков тут много, и они очень даже не против вас вцепиться. Если это произошло, самое время пустить в ход свой ломик. Основа же геймплея – ваша меткая стрельба. Для нее достаточно лишь тапнуть на зомбака, нарисовавшегося где-нибудь на горизонте. Также разрешают выбирать определенный тип оружия, а в совсем уж напряженные моменты дозволено фигануть и коктейлем молотом. Ходячие держат тонусе на протяжении каждой секунды игры, и в отличие от сериала, никто из вашей семьи на помощь не придет. Вы сами по себе. Teeny Archers Наша следующая игра о защите крепости от нападок злобных орков. Защищать ее мы будем в роли ловкого лучника. В игре довольно правильный темп. Орки прут в меру, есть время и прицелиться, и выполнить красивенный хедшот, который покажут исключительно в слоу-мо. Но при этом тут и адреналинщик получить можно. И Teeny Archers не надоедает. Игроку постоянно выдают новые апгрейды, вроде стрел, которые могут пробивать броню. И все это разнообразие нового вооружения как-то не спешит заканчиваться. Ну а совсем уж отличительной особенностью игры можно назвать возможность вылить на врага раскаленную смолу. Эта фишка, кстати, доступна нам с самого начала.